Добрый день! Сегодня мы будем готовить тартар из тунца и авокадо с салатом рукула. Это кушание не только вкусное, но и также просто в приготовлении. Помимо всего прочего, оно богато белком и микроэлементами и прекрасно подходит для романтического ужина. Сейчас я раскрою вам все секреты. Мы возьмем тунец, авокадо, рукула и всевозможные заправки для салата. А также нам еще потребуются перепелиные яйца и лаваш. Тартар можно приготовить не только из рыбы, но и из мяса и морепродуктов, но продукты должны быть исключительно свежие. На сухой сковороде, предназначенной для гриля, я обжариваю лаваш. Итак, я нарежу вот такими полосками. Включаем и раскаляем сковородку и не добавляем в нее масло. Обжариваем с двух сторон. Тартар – это блюдо французской кухни, но сама история появления этого слова необычная и очень запутанная. В далекие времена орды кочевников, то ли монголы, то ли казаки, то ли гуны разоряли соседские земли. Напуганные европейцы национальности не разбирали и называли всех тартарами. Это слово напоминало им звук копыт приближающейся орды. Пытались тартары преимущественно сырым мясом. Гурманы-французы подглядели за вражеской трапезой и придумали тартар – блюдо из сырого мяса или рыбы. Итак, мы нарезаем мелко сырого тунца. Как я сказал ранее, мы берем исключительно свежее филе тунца и мелко-мелко его нарезаем. Между прочим, французские тартары стали деликатесом 21 века. Мы не превращаем его в фарш, а рубим его на мелкие кусочки. Одну часть тартара мы убираем в сторону, а другую мы будем сейчас смешивать с авокадо. Авокадо чистим и мелко рубим. Нарезаем авокадо мелкими кубиками и смешиваем с рыбой. Добавляем немного соли, перца и добавляем сок японского лимона юзу, буквально несколько капель. Если сок юзу вы не найдете в магазине, то можно использовать сок обычного лимона или лайма. Часть тартара у нас уже готова, и мы приступаем ко второй половине. Добавляем немного соли, перца. Только сейчас мы уже добавим васаби, сою. Проверяем на соли, на перец. Можно еще и добавить. Тартар у нас уже готов. Поливаем салат кунжутной заправкой. Все подготовили и теперь сервируем блюдо. На тарелку мы выкладываем лаваш. Заполняем кольцо одной частью. Лучше даже так придавить пальцами. Берем вторую часть. с авокадо. Плотно утрамбовываем и придаем форму. Делаем небольшое углубление для перепелинового желтка и в углубление выкладываем желток. Добавим немного соли и салата. Тартар готов. Мы подаем его к столу. Желаю вам красивого, романтичного вечера. Приятного аппетита!